Здравствуйте! Сегодня мы проведем мастер-класс по пересадке комнатных растений. Со временем корневая система разрастается, горшок становится тесен, в субстрате уменьшается количество питательных элементов, и растение отстает в росте и развитии. Также необходима пересадка в целях спасения растений, когда загнивает корневая система. Бывают случаи, когда повредился горшок, и нам необходимо перенести растение в новую емкость. Периодичность пересадки комнатных растений зависит от вида, возраста, скорости роста растений. Например, быстрорастущие молодые растения пересаживаются ежегодно. Более взрослые пересаживаются один раз в два-три года. Крупные растения мы не можем так часто пересаживать. Поэтому один раз в шесть месяцев необходимо менять верхний слой вместе с отложившимися солями, личинками вредителей и почвенными микроорганизмами. Можно чаще. Это раз в три месяца уже по состоянию субстрата вашего питомца. Лучшее время для пересадки – это весна. Когда растение выходит из периода покоя, вы наблюдаете разворачивание молодых листьев, рост побегов. Период – это с конца февраля и по апрель. В течение летнего периода тоже можно пересаживать молодые быстрорастущие травянистые растения. За этот период растения успеют укорениться и окрепнуть к зиме. Сегодня мы проведем пересадку фикуса. Для того, чтобы приступить к пересадке, конечно, нужно соблюдать технику безопасности. Нужно подготовить рабочее место, защитить руки перчатками, чтобы не повредить. Успешность пересадки зависит от подготовки. Правильно ли мы подобрали емкость, подобрали соответствующий субстрат и правильно провели процесс пересадки. Конечно, поговорим о цветочных горшках. Могут как пластиковые быть горшочки. Преимущество пластиковых горшков в том, что это большое разнообразие форм, расцветки. Минус пластиковых горшков, что здесь почва медленно высыхает. И в случае даже маленьких дренажных отверстий, либо недостаточного дренажного слоя, может произойти застой воды и закисание почвы. Также для крупных растений минус в том, что горшки могут быть неустойчивыми. То есть большой фикус, пальма, могут просто своим весом уронить горшок и повредить. Также можно использовать из натурального материала. Это керамические горшки. В данном случае это глиняный горшок, горшок не глазурованный. Посмотрите, стенки его пористые. Это позволяет воздуху проникать в корневую систему. И также за счет своей пористой структуры излишки влаги впитываются в стенки горшка. Идеальной емкостью является для суккулентов. Кактусы, толстянки, очистки прекрасно чувствуют себя в керамической посуде. Также есть покрытые глазурью. Но, конечно, при покупке нужно быть очень внимательным. Есть глазурь только на внешние стенки, внутренние остаются не покрытые. Такие горшочки можно использовать. Если же еще и внутренняя стенка покрыта глазурью, то такие горшки можно использовать в качестве кашпо. Чем отличается горшок от кашпо? У кашпо нет дренажных отверстий. Вот увидите, у горшочка есть дренажные отверстия, что способствует оттопу воды. А кашпо они выполняют декоративную функцию. То есть мы можем посадить растение в технологический горшок или более в простой пластиковый, и поставить его в керамический, чтобы вид был более декоративный. Конечно, при выборе горшка мы обращаем внимание на донышко. В каждом горшочке должны присутствовать дренажные отверстия. Ну, от трех до пяти, в зависимости от диаметра вашей емкости. Для чего нужно дренажные отверстия? Чтобы происходил отток воды. И также это используется для нижнего полива. Для полива в подбор. Например, таким образом поливается фиала. Дренажные отверстия должны быть не мелкие. Теперь при подготовке к пересадке мы, конечно, обязательно должны знать название растения. Знать требования, какие он предъявляет к субстрату. И поэтому в соответствии с этим готовим самостоятельно субстраты с требуемых компонентов, либо приобретаем в торговой сети. При подготовке субстрата в домашних условиях его необходимо обработать. Либо прокаливается в духовке в течение одного часа при температуре от 80 до 100 градусов. Можно также дополнительно пролить раствором марганцовки для обеззараживания почвы. Также очень важен компонент – это дренаж. Дренаж. Вот приготовил несколько областов дренажа. Это специальный материал, который обеспечивает воздухо-влагопроницаемость. Дренаж может быть натуральным. Это керамзит. Могут быть осколки керамических вершков. Может быть речная калька. И вот керамзит еще разного диаметра. Конечно, так же бывает вермикулит, агроперлит. Но берется крупный для того, чтобы он просто не выспался в дренажные отверстия. Предварительно, если мы используем керамзит, его нужно мочить в воде для того, чтобы ушли на нужные соли. Так, горшок подбирается в зависимости от корневой системы. Ну, если говорить просто, то два пальца пошире. Для молодых растений, для средних растений, для более крупных растений уже подбирается пошире. На 3-5 см. Посмотрите, фикус уже готов к пересадке. Мы видим, что корневая система заполнила весь горшок. Даже видно на поверхность корешки. Мы видим, что корешки выглядывают из дренажных отверстий. Поэтому мы будем пересаживать. Так, я буду использовать дренаж керамзит. Можно... Керамзит должен быть больше по диаметру, чем дренажные отверстия. Вы понимаете, что если будет умельче, он, конечно, высохнет. Но можно использовать несколько фракций. Я буду использовать две. Вот более крупный слой дренажа зависит от размера горшочка, от высоты диаметра. Но для небольших это где-то полтора-два сантиметра. Первый слой я сделаю с водой отверстий. Чем хорош керамзит, что он имеет более круглую форму. Отток воды происходит по нему хорошо. И еще он имеет туристую структуру. Керамзит впитывает излишек воды. И при необходимости, когда субстрат уже сухой, он отдает эту воду. Но тут нужно следить за поливом. Если вы не проливаете воду, не проливаете земляной ком, то керамзит еще вот эту недостаточную влагу забирает, и растение быстро пересыхает. Вот первый слой я сделала крупный керамзит, и второй слой я взяла более мелкий. Для чего так делается? Для того, чтобы не вымывался субстрат. Тут достаточно вот у нас полтора сантиметра. Конечно, все слои вы можете уменьшить и увеличить в зависимости от размера корневой системы. Дальше. На слой керамзита насыпается слой подготовленного субстрата. В нашем случае для фикуса. Так, и готовим растение к перевалке. Левой рукой мы поддерживаем растение. Правой рукой аккуратненько в нем горшочек, для того, чтобы земляной ком отошел от стенок горшка. Иногда бывает, конечно, что корни уже не проходят через дренажные отверстия. Но в этом случае, я думаю, если корни такие здоровые, мощно развитые, можно где-то горшочки обрезать. Вот такой способ пересадки называется перевалка. Без разрушения земляного кома. Это более щадящий способ. Корневая система не страдает. И остановки в росте у растений практически не наблюдают. Но при пересадке, конечно, нам нужно разрыхлить нижний слой, для того, чтобы корни пошли в рост. Если остатки дренажа старого, вы его, конечно, удаляете и осматриваете корневую систему. В случае, если корневая система отдельные корешки загнивает, то можно произвести обрезку секатором, острым, продезинфицированным скрытовой салфеткой и присыпать толченым активированным углем. В нашем случае корешки здоровы, поэтому мы можем уже поместить его в горшочек. Сначала, конечно, нужно, надо примерить. Но, я думаю, еще внизу недостаточно. Можем еще подсыпать. Подсыпаем. Проливаем. Ждем, когда вода впитается. Растения нужно разместить по центру. И чтобы основание ствола или корневая шейка находилась ниже у края горшочка на 1-2 сантиметра. Для того, чтобы припалили, нам было место, куда налить воду. Вода впиталась, размещаем в полцентра. И начинаем постепенно присыпать порциями субстрата по краям. Каждый слой необходимо уплотнять, чтобы субстрат плотно прилегал корешка и не образовывалось воздушных полостей. Если же будут воздушные полости, то корни могут отсохнуть. Субстрат Поливаю. При поливе почва оседает, поэтому при необходимости можно отсыпать. Подождем, когда первая порция вода впитается и произведем повторный полив. О том, что субстрат смочен водой, мы будем судить о воде, которая вытекает в дренажных отверстий. После пересадки растение не ставится на прямой солнечный свет, где-то в стороне от окна растение должно попадать от рассеянного солнечного света в течение двух недель. Также произведем пересадку многолетнего травянистого растения афиопогона японский. Здесь мы видим, что корневая система достаточно развитая. корешки показались в дренажных отверстиях. Растения уже разросшиеся и поэтому в процессе пересадки можно произвести деление растений. Здесь мы видим несколько молодых растений и при пересадке нам понадобятся горшочки меньшего размера. Я приготовила вот такой небольшой горшочек. Для начала нам нужно извлечь растений. Таким же образом левой рукой мы придерживаем. очень плотный земляной ком, даже горшочек деформировался. Это неприхотливое, невыносливое растение, прекрасно используется в дизайне. Нужно делать круповые посадки. Теперь попробуем извлечь. Тянуть не надо, иначе вы можете оторвать растения. Посмотрите, какая мощная корневая система. Это такое корневичное растение. Вот с такими смачковатыми корешками. Здесь мы будем производить вегетативное размножение, с другим делением куста. Для этого нам понадобится секатор. Я уже говорила, что необходим острый секатор, обработанный спиртосодержащей жидкостью. Также вместо секатора можно будет использовать либо канцелярский нож, либо обычный нож, острый и обработанный. Сначала необходимо разрыхлить земляной ком. Распутать корешки. Вот видите, у нас до того так все переплелось, что придется воспользоваться секатором. Предварительно нужно обработать секатор с перстовой салфеткой. Я уже об этом вам говорила. Для того, чтобы обеззаразить наш инструмент. Начинаем аккуратно разрезать. Этот способ называется деление куста. Возможности аккуратненько. Разделяем. более толстые кормилища можно нагревать. здесь также понадобится на помощь инструмента. салфеткой 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 салфеткой. Которые нужно посадить в горшочки. Размер горшка определяет размер корневой системы. Ненужные корни удаляем. Таким образом мы производим пересадку с полным разрушением земляного кома. Утолщенное корневище необходимо обработать активированным углом. Для того, чтобы возбудители заболеваний, вредители не попали и растение было здоровым. Можно приобрести в аптеке активированным углом. Таблетку раскрошить в порошочке. Таким образом я уже приготовила. Можно либо обмакнуть, либо присыпать. Таким способом обрабатываются все корневища, срезы комнатных растений. Теперь подберем горшок. Таким же способом. Сначала насыпаем дренаж. Здесь дренажные отверстия небольшие. Поэтому используем дренаж бурый мелкий. Слой дренажа зависит от размера корневой системы. Поэтому если корневая система поменьше, мы можем слой дренажа увеличить. Насыпаем субстрат. Субстрат состоит от одной части листовой, часть зерновой земли и часть крупнозернистого речного песка. Нужно использовать речной песок, а не строительный. Так как использование строительного песка ухудшает свойства субстрата. Он становится плотным и менее проницаемым. В этом случае мы производим пересадку. И насыпаем слой почву холмиком. Где побольше корней, можно поменьше сделать склон холмик. А где поменьше, побольше. Чтобы распределить корешки по корням. Также уплотняем, чтобы субстрат плотно прилегал к корням. И поливаем. к кореньм. И большими порциями. Также есть два таких момента. что не пересаживается растение в период цветения, так как это может вызвать попадение цветов в детали. Если ранее цветущие, конечно, мы ждем, когда они цветут, производим пересадку. Еще не пересаживаются больные растения, исключение, когда мы видим заболевание корневой системы. То есть в этом случае нам нужно растение гнуть из горшка, посмотреть состояние корней, применить какие-то меры и произвести пересадку в целях спасения. Если же мы больное растение, но там другие какие-то симптомы будут проявляться, загнивание камня, то мы дополнительно стресс создадим растению. Если болеет, еще дополнительная пересадка ослабит наше растение. Так, первая порция впитала, сейчас оптальня. Афеопагон, это тени, полепивое растение, поэтому при пересадке мы выбираем его в зателенное место. Вот результат проведенной работы. Растения пересажены. Надеемся, что за весенний и летний период они окрепнут и будут радовать нас своим видом. Спасибо всем за внимание и успехов!